здравствуйте дорогие зрители очередной раз мы с вами встречаемся на разборе психотехнологии вот сегодня у нас на разборе техника создания структуры результата и техники ресурсирования да у нас сегодня большая тема тема интересная будем стартовать техник ресурсирования тема очень важная ну поехали значит техника создания структуры результата сергей викторович ковалева аббревиатура ссср с к это действенный инструмент по решению и работе с планированием и осуществлением результата по вашим целям данная психотехнология позволяет получить впечатляющий результат в любом деле вот значит чем мы сегодня работаем мы сегодня работаем с тем как достигать результат впечатляющий да в любом деле может так сказать да двигаемся дальше значит у нас здесь иллюстрация главное это результат вот значит давайте немножко о результате да когда нет достойного результата мы часто находимся в эффекте плата плата да когда мы что-то делаем но не ощущаем результата своих действий возможно работает ваш сценарий в котором никогда не доводим дело до результата возможно ваша цель не принято наш вашим внутренним бессознательным и блокируется давайте разбираться сегодня мы разбираем технику структурирования создания структуры результата да то есть мы будем строить некий фундамент нашего результата в любом деле вот если мы еще не достигли данного результата о котором мечтаем до к которому стремимся значит у нас есть какие-то стоперы вот и сегодня мы внимательно обратили внимание в том числе на эти стоперы и построим тот план действий вот подготовим себя создадим фундамент для того чтобы получить данный результат повторюсь техника работает в любом абсолютно деле вот что у нас когда нет достойного результата мы встречаем часто эффект плата да когда мы во что-то упираемся мы много что-то делаем но результата не ощущаем да много работаем много значит посещаем себя какому-то делу но недовольны результатом вот и находимся значит в каком-то неудовлетворение возможно работает какой-то сценарий наш и мы просто напросто не доводим дело до конца либо мы много работаем но наша цель да она не наша можно сказать да она некая навязанная цель вот и наша внутренняя значит наш внутренний источник силы да и способности не что иного как бессознательно наша она блокирует выполнение данной цели вот сегодня мы будем с этим совсем разбираться чтобы это все победить зачистить и построить фундамент научиться строить фундамент гарантированного результата ну здесь есть у нас иллюстрации значит наша наша героиня значит переживает по поводу отсутствия результата либо значит что-то у нас не получается да и соответственно с этим мы ощущаем некое не ресурсное состояние ну либо вот что-то бытовое когда мы стремимся допустим сбросить вес да а он почему-то не уходит да либо здесь вопрос набора веса который также результат не получается да но только в любом случае это все сопровождается неким внутренним значит негодованием неким внутренним разочарованием может быть ну и соответственно наша техника нам поможет значит какие предпосылки создания данной техники но одна из предпосылок здесь будет указано конечно же предпосылок больше ведь человеческой деятельности на много что включает да ну и соответственно по тексту да согласно закону воплощения до чего-либо воплощения пауля вас лейка да мы можем воплотить в жизни только то что есть нашей голове все просто вот мы можем воплотить в жизни да только то что можно сказать запрограммировано в нашей голове ну и как работает наше часто мышление до наш аналитический ум и постоянное прокручивание мыслей направленных на выживание заставляют нас испытывать привычные разрушительные эмоции по привычке человек сам того не замечая остается на одном и том же уровне дохода и с повторяющимся сценарием жизни в отношениях и в самореализации о чем собственно это спич то больше о том что работают сценарии работают сценарии по нашей значит неэффективности если мы испытываем значит отсутствие результат вот мы это все сопровождаем неким постоянным прокручиванием мысли негативно да таким образом мы можно сказать сами себя программируем на отсутствие результат то есть мы фундамент результата не заложили над чем-то много работает да может быть наша цель даже неизмеримо оказывается но тем не менее это в нашей голове и мы это воплощаем вот психотехнологии ссср пск создание структуры результаты сергей витчу ковалёва поможет сформировать структуру результатов то есть некий фундамент заложить до результат соответственно эта техника поможет осознать новую информацию прояснить картину и возможно даже открыть ресурсы на пути к достижению нашей цели автор психотехнологии автор данной методики это сергей викторович ковалёв мы уже с вами разобрали около десятка вот этих психотехнологий данного автора до сергей викторович ковалёв является психологом психотерапевтом консультантом по управлению политическим консультантом доктором психологических наук доктором философии профессором психотерапевт всемирно и европейского реестр генеральный директор института инновационных психотехнологий научный руководитель центра практической психологии автор более 30 книг в том числе официальных учебных пособий по психологии психотерапии ну и соответственно конечно же создатель интегрального нейропрограммирования вот ну и значит как я вам ранее уже сказал что у нас сегодня будет с вами аж 2 техники да то есть техника ресурсирования я посмотрел множество источников в открытых соответственно и в открытых каналах да но вот очень мало рассказано про то как нп до институт психотехнологий серии встречу ковалева значит работы с ресурсированием давайте вот по тексту значит благодаря разработанному серии викторовичу ковалевым интегральному нейропрограммированию и системе специализированных кодов мы имеем богатейшие возможности для понятного и прозрачного взаимодействия с нашим бессознательным значит что такое ресурсирование ресурс это на в переводе до некое возвращение к источнику это энергоинформационный пакет получаемый от бессознательного из внутреннего источника от истока процесс получения ресурсов которые будут сопровождать и поддерживать желаемые изменения называется ресурсирование вот значит что здесь важно уяснить да запомнить что нпд в интегральном нейропрограммирование под ресурсированием понимается процесс получения ресурсов а от вашего бессознательно да то есть от вашего истока вот значит процесс получения ресурсов которые будут сопровождать и поддерживать желаемые изменения называется ресурсирование то есть эти ресурсы до от бессознательно они будут сопровождать и поддерживать желаемые изменения значит давайте чуть больше информации ресурсирование в интегральном нейропрограммировании получение ресурсов от своего бессознательного это одна из основ работы в интегральном нет программирования важно знать что такое ресурсирование важно знать как она работает понимая суть этого процесса вы сможете видеть получать ресурсы буквально отовсюду чем значительно повысить эффективность выполняемых психотехнологий и качество вашей жизни значит на иллюстрации у нас героиня да она сейчас неком образе ресурсного состояния на то здесь есть и какие-то значит образы дальнейшем мы будем называть знаки и сущности вот виде цветка да вот мы можем обратить внимание на иллюстрации в центре груди наши героини соответственно какая-то сущность какой-то образ или какой-то знак вот этого знака идут какие-то лучи да то есть мы можем увидеть что вообще все пространство окрашивается в какой-то цвет на то есть это иллюстрация показывает то что героиня представляет себе вот некий образ который значит так значит проявляется ее ментальном мире может так сказать вот мы с такими образами каждого будут свои образы на каждую ситуацию да мы поучимся с вами работать значит владение навыками ресурсирования открывает перед человеком отличные возможности он может быть он быстрее легче достигать задуманно то есть человек может быстрее легче достигать задуманное видеть в проблемах решения уверенно их воплощать жить счастливее видеть мир как изобильное благоприятное место полная возможность важно просто начать первым шагом к обретению доступа к собственным ресурсам и начало изучения этого бесконечного интересного мира развития и общения собственным бессознательным могут стать простые техники волшебный магазинчик и тоннель либо его еще также называют портал ресурсирования мы сегодня с вами рассмотрим две базовых фундаментальных значит метафоры как происходит ресурсирование даже техники на базе этих метафор на волшебный магазинчик и тоннель ресурсирование это техники по ресурсированию по диалогу с бессознательным и соответственно они считаются базовым и достаточно простыми вот значит первая техника по ресурсированию у нас будет с вами волшебный магазин вот техника ресурсирования метафора номер один изобразим ресурсирование виде метафоры как будто вы попали волшебный магазин вот сейчас будет она разворачиваться я буду рассказывать вы можете уже на данном этапе подумать о какой-то своей проблеме нерешенной далее который ваш класс беспокоит и на этапе подготовки вот сейчас мы будем с вами рассказывать о подготовке можете про проделать данную технику вот получите свой персональный опыт максимально эффективно а участвуя в данной психотехнологии значит мы с вами рассматриваем технику волшебный магазин это техника ресурсирования метафора номер один значит подготовка кратко в шести словах шести семи пяти кто как пишет она кратко опишите вашу проблему ну допустим я плохой руководитель или я плохой родитель и поэтому та-та-та или значит я плохой коммуникатор или у меня не получается с финансами ну то есть вы можете любую свою проблему на этапе подготовки сейчас просто цифровать кратко-коротко это та проблема которую вы не можете решить попробуйте ассоциировать вашу проблему с чем-то что у вас внутри возможно это какой-то образ или субстанция в вашем теле или она находится около вас в пространстве груди и в верхней и средней и нижней части тела или возможно рядом пространство что здесь нужно сделать мы с вами значит каждый из нас работает со своей какой-то проблемой вот нам нужно как бы представить образ этой проблемы образ этой проблемы допустим ну вот любая да вот допустим я считаю что ну у кого что придет в голову да и допустим нужно представить где находится в вашем пространстве какой-то образ да возможно вот называя вашу проблему там плохой руководитель я плохой допустим руководитель да и вы ищите в пространстве где может быть отзывается какая-то как какая-то вот сущность до которая ну вот отзывается вот допустим повторите проблему допустим я плохой руководитель и как бы можете почувствовать где-то в теле какое-то там движение да может быть как-то какие-то там механизмы вдруг сработали связанные с этой с этой проблемой то возможно это будет в области груди и возможно верхней и нижней части тела ну то есть нужно его отследить то возможно это где-то там допустим перед вами возможно это ведь какой-то пелены да перед пазами возможно это какая-то сущность какой-то знак на что-то похоже может еще что то то есть здесь задача здесь задача вашу проблему отловить сейчас как некий энергетический такой вот может быть энергоинформационной какой-то сущность до которая где-то вот либо она вот это вот у вас там в части тела находится либо она находится где-то вот рядышком около вас вот часто вот какая-то недостаток информации вот она как пеленок да вот раскрывается перед глазами да но у каждого свой знак свой образ своя сущность и называя вашу проблему одну свою проблему там может сказать называю проблему что-то где-то как поможет сработать попробуйте этому образу теперь этот образ проблемы это субстанция имеет какой-то цвет попробуйте спросить ну как бы понаблюдать в этой сущности может быть какой-то есть цвет да может быть есть может быть от нее исходит какой-то и свет вот возможно есть какая-то интенсивность свечения этого свет может быть есть какая-то консистенция может быть есть какая-то плотность да вот может быть здесь какая-то структура может он пористая может она там вообще как вата может еще что-то да возможно может запах даже от него какой-то канале запаха может что-то как бы может показаться да чем лучше представить этот образ проблемы и опишите ваше ощущение тем лучше сработает техника ресурсирования ну я не думаю что здесь могут возникнуть какие-то трудности назвать проблему это в себе значит попробовать отловить что-то где-то заработала попробовать описать какой-то формы можете круга может быть какой-то там какой-то непонятной формы да задать ему какой-то цвет допустим сказать ну как понаблюдать какого-то цвета может быть красного может быть и может быть там какого-то другого зима черного серого то есть ну-ка с каким-то оттенком может быть может быть несколько цветов да возможно посмотреть исходит ли от него свет какой-то да возможно есть какой-то может и не будет свет какой консистенции то есть чем больше вы его индифицировать вот эту проблему видео образа и где она у вас находится тем лучше сработает данный вот в дальнейшем мы мы будем работать с этим образом и конечно же постарайтесь получить этот образ так чтобы вы его пусть чуть-чуть но почувствовать по чуть-чуть почувствовать значит ощутите образ проблемы возможно образ меняется и заметно его динамика возможно он статичен и постоянен у всех по-разному то есть мы с вами выполнили этап подготовки и двигаемся дальше ну и значит выполнение техники сейчас вы остаетесь на своем месте то есть я статичен я сижу да вы возможно там строители тоже сидите вот мы находимся на своем месте проверяем чтобы было удобно и безопасно чтобы ничего нас не отвлекало может быть да вот значит выполняем представьте что вас что образ вашего я это значит что нужно представить а вот вот вы сидите да вот вы сидите представьте что а вы перед вами сидит также ваш некий двойник здесь уже идет работа с образами с метафорами перед вами нам представьте себя как двойника вот это не вы это ваш двойник то есть ваша копия вот представьте что образ вашего я это ваш двойник на и значит ваш двойник вы его отправляет вы его отправляете волшебный магазин да так представляете так и представляете как фильм да то есть ваш двойник видит какую-то значит волшебную дверь да вот мы представляем что вот я допустим евгений да вот вот мой напротив мой образ он как вот фильме видит какой-то значит свечащуюся дверь и знать соответственно туда входит ваш двойник видит волшебную дверь открывает ее заходят и попадает волшебный магазинчик то есть мы с вами смотрим фильм да вот мы сидим статично но наш значит герой наша наш двойник наш образ в нашем фильме значит видит дверь заходит нее и попадает в какой-то значит волшебный магазинчик да у каждого он будет свой а вот у прилавка этого магазина вас встречает добрый волшебник добрый волшебник опять же магазинчик у всех будет свой добрый волшебник он будет у всех по-разному выглядеть да вот и мой образ так же вот встречает образ доброго волшебнику прилавка вы приветствуете друг друга да вы вот видите фильм как вы приветствуете друг друга здесь вам всегда рада в этом магазине здесь благодарностью ждут товар на обмен здесь значит в этом магазинчике это волшебный магазинчик по обмену значит ваших товаров товары а от волшебник вот вы с благодарностью значит выкладываете на прилавок образ вашей проблемы субстанцию или некий знак ваши проблемы и приобретаете взамен абсолютно любой ресурс что мы должны сделать помните на этапе подготовки мы задавали некий образ наши проблемы и этот образ проблемы а сейчас находится в руках нашего двойника который находится который находится в магазине и наш двойник выкладывает до выкладывает на прилавок вот эту субстанцию субстанцию которую проблема до которая является проблемой и значит волшебник ему предлагает выбрать любой ресурс взамен данной проблемы значит вы с благодарностью выкладывается на прилавок образ ваши проблемы она выглядит как некий знак субстанция и приобретаете взамен абсолютно любой ресурс полученный вами новый ресурс представляете видите какого-то образа знак или символ вот теперь нам важно а мы с вами можем понять допустим на примере я плохой руководитель да что может помочь то она ресурсировать этого руководителя то чтоб он но как бы внутренне проявился да и сказал что нет я значит замечательный руководитель мне все получается да то есть нам нужен магазине некий ресурс возможно виде какого-то учебника и виде каких-то знаний может быть знаний и ресурс уверенности то есть вы можете набрать там а любые ресурсы которые вам необходимы для того чтобы проблема ушла подумайте пожалуйста какие ресурсы можно взамен набрать в этом магазине для того чтобы значит обмен прошел равноценно вы оставили проблему и взяли там максимально столько ресурсов чтобы решить эту проблему и стать более успешным более уверенным более эффективным то есть в том что является сейчас для вас проблем ну допустим на примере на примере я плохой руководитель я значит беру ресурс сколько-то там часов консультации с ведущими значит тренерами по управлению персоналом я ну и соответственно вот мы там допустим управление персоналом до задаем какой-то образ виде там допустим такой монетки где вот есть какие-то обозначения мы берем этот образ и как бы представляем что то есть наш двойник берет этот образ мы это смотрим как фильм наш двойник берет этот образ и значит помещает в себя так а и этот образ от этого ресурса там знаний там много часов консультации до с ведущими тренерами да он погружает его в себя да и соответственно этот этот ресурс не растворяется дальше значит мы можем чувствовать что с этим только проблему не уйдет и нам нужно взять ресурс уверенности мы видим фильм как наш двойник значит берет некий образ уверенности до своих своих возможностях это вот такая вот возможно какая-то золотая палочка до видеообраза и соответственно тоже мы видим как наш двойник растворяет себе эту золотую палочку уверенности и мы уже можем наблюдать в этом фильме как меняется наш наш герой до наш двойник он становится более уверенным более таким ресурсир ресурсным ресурсном состоянии можно ну как бы условно задать вопрос до достаточно ли ресурсов по десятибалльной системе допустим наш двойник может ответить что ресурсов еще недостаточно еще набрал там на 8 баллов а какой еще ресурс тебе нужно то есть вам нужно провести равнозначный обмен вы оставляете проблему но должны в магазинчике взять все те ресурсы которые помогут решить вам на корню данной проблем вот допустим в случае с руководителем да он получил уже много часов консультации он получил волшебный образ уверенности до растворил себе далее допустим он остается на восьми баллах и спрашивает что тебе еще нужно для решения данной проблемы и он говорит что мне нужно значит чтобы быть хорошим руководителем мне нужно пусть им навыки и опыт психолога отлично значит определили он берет значит видит этот ресурс магазинчике да значит создает некий образ там допустим виде какого-то может быть свитка да и этот свиток это не что иное как некая значит некая допустим знание в области психологии которая сделает этого руководителя еще более ресурсным таким образом наш двойник в нашем фильме мы видим что он набрал все ресурсы растворил их в себе и он уже немножко по-другому выглядит наш наш двойник да он более такой ресурсный он уже не такой но не проблемный можно сказать всем на ресурсированный вот значит полученные вами новые ресурсы представляете виде какого-то образа знак или символа а вы сверху вниз по всему по всему себе до выливаете впитывайте растворяете этот образ ресурсов своих своем двойнике заметьте как ваш двойник чувствует по-новому да возможно меняется внешне и возможно приобретает ресурсное состояние значит выполняем дальше теперь теперь да вот мы этот смотрели этот фильм да и теперь наше внимание мы привлекаем на самого себя да вот все фильм мы как были оставляем где-то там да а сейчас все внимание на себя возвращаемся в себя представляем что мы уже мы мы своими некими такими ментальными руками для можно сказать физические руки да а вот представляем что мы ментальными руками то есть никакими такими магическими дотягиваемся до нашего двойника в этом магазинчике то вот этого ресурсного двойника вот и значит забираем у вас магазинчика да и значит помещаем этого двойника в себя то есть того ресурсного данный ресурс на ресурсе двойника которого который сходил в магазинчик получил ресурсом и его забираем оттуда да и помещаем себя да и чувствуем как он растворяется вот уже персонально у нас то есть фактически мы его привлекли и вот он значит с области груди уходит в область живота значит полностью растворяясь бедрах ногах ступнях заполняет полость все наше пространство и представьте что вы ментальными руками как бы вытягивать свои руки в сторону вашего доника притягивайте вашего двойника и помещайте в себя распространяйте этот образ в себе заполнить всего себя с головы доступнее этим вашим ресурсным двойником почувствуйте в себе изменение почувствовать себе эти изменения новое состояние ресурсность которую вы теперь обладаете ощутите это подключение подключили это подвинника ресурсного и возможно у вас уже как бы совсем что-то по-другому ощутить это подключение объедините с ним почувствуйте как к вам начинают течь ресурс это вот эти вот мы забрали доника у него значит уже был была палочка уверенности вот это волшебная да у него был значит этот образ большой монеты с многими часами практически консультации с коучами да по эффективному управлению человеческим ресурсом да также мы значит привлекли ресурс необходимые знания психологии да как взаимоотношаться с людьми да в том числе бизнесе вот мы это все уже в себя поселили и мы поменялись сами почувствуйте как вам начинают течь эти ресурсы как вы поменялись так как вы на ресурсировать проверьте область вашей старой проблемы возможно это пространство проблемы изменилось или исчезла вовсе ранее на этапе подготовки мы определяли где находится проблем после вот этого ресурсирования мы можем обратиться в ту область и как бы пробовать почувствовать осталось там эта проблема или нет возможно она полностью как бы затерлась и вот этого какой-то сущности она изменилась либо уменьшилась либо вообще растворилась проверьте область вашей проблемы возможно это пространство проблема изменилась или исчезла вовсе поздравляю вы сделали технику ресурсирования вот и получив больше опыта работы с данной техникой у вас на нее время будет тратиться гораздо меньше чем она сейчас кажется какие ключевые моменты необходимо обозначить проблему необходимо найти ее локализацию до задать ей этой проблеме какой-то образ какую-то форму представьте виде какой-то сущности посмотреть как она выражается может есть свет может есть цвет может быть и динамика какая-то она вращается или как-то вот может вибрация какая-то есть может быть в этой проблемы есть какая-то плотность может быть здесь какая-то структура то есть чем лучше мы опишем тем в магазинчике нам будет явнее что-то положить на прилавок да и оставить ее там но взамен замен да мы возьмем те ресурсы которые сработают для ресурсирования и можно сказать устранение данной проблем вот это все конечно же является некими кодами кодами по работе с нашим бессознательно вернуть к описанию описанию до ресурсирования и что здесь важно как бы отметить что интегральное нейропрограммирование она разработала систему специализированных кодов как что позволяет нам иметь богатейшие возможности для понятного и прозрачного взаимодействия с нашим бессознательным наше бессознательное это источник всех наших значит всех наших можно так сказать программ которые все которые нас могут на нас могут разрушительно влиять вот если мы перепрограммируем покажем нашему бессознательным что мы значит взяли такие-то ресурсы до виде метафоры то бессознательно нас отблагодарит примет эти ресурсы ресурсы и будет уже работать и по-иному то есть будет обращаться к ресурсам а к ней ресурсам теперь то она будет затирать значит те наши мысли образы неудачи да и будет обращаться именно к образам того того ресурса который мы получили да это мы с вами работали с метафорой значит номер один это волшебный магазинчик да дальше мы с вами рассмотрим еще один вариант метафоры по работе с ресурсированием да это будет у нас тоннель ресурсов он же портал ресурсирование по-другому называется вот значит что здесь важно еще отметь